Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня к нам в гости пришла Мария и принесла свои замечательные работы. Мы, правда, как-то раз уже одну из этих работ показывали, но она вышла весь сюжет полностью, все четыре работы. Мария, расскажите, чей это дизайн, какая фирма, как вышивалась? Это панна, вышивалась очень легко. На самом деле, первое, на что я клюнула, это вот эти стога, потому что люблю очень лето, разнотравья, собираю травы и посчитала просто своим долгом это все вышить. Это, наверное, самый такой выгодный сюжет, который сшился с большим удовольствием, но самый тяжелый для меня, потому что первый раз в жизни вышивала фрузелки и здесь вот бэк поменяла на выкладную нить. Да, ну, мне кажется, что получилось достойно. Ровненько, да, ровненько, очень хорошо. И узелки французские замечательно получились. У меня они все, получается, разные. Один большой, другой маленький. Ну, конечно, надо стараться, но я как только... Не с первого раза. Приложила сначала бисер, думала, что не буду умирать над узелками. Я этим грешу. Я все время стараюсь эти французские узелки заменить бисером. Но... Ну, моя подруга, которая обладает также высоким художественным вкусом, который я ей прислала в два варианта, либо с фрузелками, либо, соответственно, с бисером, сказала шейф фрузелки. Ну, в общем, пыхтела, но пришлось вышить. Так, вот второй вариант этого сюжета. Это осень. Здесь тоже сено, я смотрю. Уже современный сток. Не такой, как раньше делали. Да, домик и вот то самое красивое небо, которое бывает, мне кажется, только в наших широтах, когда белые ночи, когда воздух напоен травами. Да, великолепно. И самое главное, что все сюжеты, они все разные, но вот это небо объединяет все сюжеты. И поэтому будет очень легко подбирать багет под эту вышивку. И здесь очень мало бека. Ура! Кто такой ленивый, как я? Очень мало бека. Так, и вот зимний стожок. Вот этот нам уже приносили. Один раз мы его оформили. Он так красиво смотрится. Замечательно. Это первая работа как раз. Первый набор из серии, который вышел. И вот я с него на самом деле начинала. Ну, здорово. А потом уже докупала все остальное постепенно. Очень здоровский. Мне так нравится. Очень много полукреста. То есть практически все небо полукрестом здесь вышито. Поэтому очень быстро шел. Да. Да. Не сложно было вышивать. А работа получается такой объемной. Мне бы вообще хорошо, когда вышивается полукрест и в одну нитку. Оно такое воздушное получается, легкое. Вот я... А здесь в три нитки? В три нитки. О! Ну, может быть, это так и хорошо. Но вот мне кажется, я маяк испортила тем, что я крестом навышивала. А надо было полукрест. Сделать оно бы тогда такое воздушное было, красивое. И смотрю, многие вышивальщицы приносят этот маяк. И тоже у всех вышито крестом. А вот кто сделал полукрест, ну, может быть, два человека всего из тех, кто приносил этот маяк, они вышили полукрестом. Получается лучше. Легкость такая, воздушность. А так вот тяжеловато. Так что надо попробовать и здесь будет. Да, полукрест. В этом полукрестом, да. И вот еще четвертая работа. Замечательный сюжет. Такое теплое, такая деревенька, такая уютная, прекрасная. И колодец тут. И даже кто-то там... И курочки. Да, и курочки, и сирень. В общем, замечательно. Мне так нравится. И самое главное, вот это объединяющее все сюжеты. Небо вот это прекрасное. И сейчас мы постараемся поприкладывать, поподбирать багет. Мы решили, что мы будем оформлять без паспорту, поэтому несколько вариантиков мы уже подобрали. И сейчас будем прикладывать. Вот смотрите. Выбирайте. Нет, с паспорту было бы тоже очень хорошо. Но в данном случае вот Маша решила, что будет широкий багет. И чтобы вот такой... А место, как всегда, мы экономим. Вот этот багет. Вот этот тоже очень будет хорошо смотреться. Он такой вот необычный окрас. Он такой от светлого к темному совсем переходит. Получается здорово. Теперь вот еще. Ивета предложила нам вот этот багет. Такой прямо совсем массивный. Да, ну я думаю, что тяжеловато, наверное, будет. И вот еще вот этот багет. Так как Маша хочет что-то посветлее, я вот предложила ей вот этот багет. Но я думаю, что когда мы сделаем все, оформим, тогда мы покажем вам, что получилось. В общем, ну у нас свет и вкус одинаковый, так что мы тут все одинаково пока подбираем с ней. Вот смотрите. Мне кажется, вот этот хорошо будет. И легкость такая, и в любое место можно повесить, и в любой интерьер. Мне кажется, очень здорово будет. Да, мне это тоже больше всего нравится. Но мы спросим наших зрителей, пишите, если вам какой-то багет понравился больше, пишите, что вам больше всего понравилось. Мы будем очень благодарны, потому что это для нас тоже как бы урок того, что нравится большинству, какой багет нравится большинству. Всегда внимательно читаю, если какой-то комментарий пишется, как у какой-то вышивки. Потому что, ну у меня-то вкус не идеальный, а люди-то видят со стороны лучше, что получилось. Вы на себя наговариваете, Татьяна Викторовна. На компьютере, да, это вот по-другому смотрится, нежели на столе. И как раз вот объемно, как в пространстве, очень хорошо. Да, да. Ну, когда у нас не было вот такой возможности, мы в зеркало, я в зеркало смотрела. Я в самом начале, когда вот только я начала работать, у меня было зеркало большое, и я вот так подходила с работы и смотрела, вот так прикладывала багет и смотрела в зеркало. Потом стала фотографировать. Но в фотоаппарате хорошо очень смотрится. Видно сразу, что хорошо подходит, что меньше подходит. Субтитры Субтитры подогнал «Симон» 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 хорошо наташенька ничего нету еще когда но спасибо что вы нам не изменяете нет нет спасибо сегодня мне привезли наконец-то из москвы работы которые там долго-долго ждали своей очереди никто туда не ездил и вот наконец-то мне привезли и сейчас мы посмотрим еще сама не видела что мне прислали так вышивка домик с мостиком юля из москвы прислала уитнами юлечка наша которая постоянная вот какой замечательный сюжет я вам покажу я вам покажу а потом будем мы может быть как-нибудь подбирать багет сюда вот юлечкина работа юля все в порядке работку твою привезли вот она здесь у нас похоже это риолис нички шерстяные вроде такая объемная вышивка очень симпатично смотрится мостик такой реальный как живой как будто болтон выпуклый и так и хочется туда вот сюда войти в этот мостик здорово можно я сразу покажу какой багет я сюда хочу я хочу сюда вот этот багет вот этот багет я сюда хочу смотрите мне кажется будет очень красиво супер вот прямо он идеально сюда смотрите как здорово вот у меня как-то сразу как-то вот ассоциации но юля потом посмотрит и напишет мне согласна она на этот вариант или нет потом еще я по прикладываю конечно но я думаю что этот багет будет очень здорово так вот что такое молодцы хоть полотенчики перестали заворачивать а то я потом теряю забываю у меня он с мышками полотенца лежит не знаю чье полотенце кому отправлять в какой город так сейчас посмотрим интересно что тут ой какая прелесть ой так это смотрите это можно сказать в пару к зоиному пейзажа ку зимнему посмотрите как здорово так но это наверное то на что накручивали да у это просто можно да даже прислали о письмо наталья до власова наталья прислала я думаю что она прислала вот эту картинку наверно хочет точно также и оформить вот превью посмотрите хорошенький сюжет вот и багетик такой не не толстый вот как раз это из той серии какой-то оформлен у зои пейзажек только здесь осенний там зимний или это зимний нет осенний нет зимний тоже снежок овечки но очаровательно совершенно такая деревушка такая симпатичная это тоже москва у нас зимняя деревенька очень симпатичная это дима и шанс замечательно получилось так аккуратненько молодцы такие девчонки так аккуратненько бэка столько много на деревьях эти все деревья отшить это ой это очень сложно для меня это есть девочки которые молодцы они говорят что ой а я люблю бэк я люблю бэк и многие мне казалось что никто не будет любить бэк нет есть любительницы бэка и фрузилков ну я конечно не настоящий герой для меня бэк это сложно просто нужно сразу вышел фрагмент и сделать бэк тогда будет хорошо а когда вышлишь ты и потом начинаешь этот бэк весь дошивать это трудно обязательно как только оформим обязательно покажем как это будет выглядеть мне кажется очень симпатично получается просто супер молодец молодцы девчонки так аккуратненько вышиваю это просто супер моих работы так близко показывать нельзя у меня нет таких ровных крестиков я конечно еще себе оправдание по этому поводу я говорю что да я уже плоховато вижу на самом деле так но все равно это все отговорки так а здесь у нас булгакова елена ой на какой канве боже мой боже мой на какой канве это же слушайте это канва я не знаю это надо памятник ставить за такую канву девчонкам кто вышивает вот зоя такую полюбила кантастромин по моему посмотрите как какая прелестная мама с ребенком львица с ребенком посмотрите какая прелесть девчонки какие молодцы как это на родим я думаю это скорее всего дименшин а это я забыла как назвать скоропатки нет это как-то по-другому над фазаны это фазаны наверное орнитолог из меня конечно никакой но вот слушайте представляете настроение я не знаю как это вышивать это просто что-то фантастика какая-то слушайте вот этот сюжет даже не видела никогда это же кабаны бегут здорово ой простите меня что я глажу но не могу удержаться не утерпеть глажу все работы вот посмотрите какая прелесть на стране не ребята это вообще я не знаю как это вышивать сложно там вообще мы посадили клеточки мелкие 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 молодцы молодец леночка вот такая красота будем с ней подбирать багетик сюда кстати тоже этот наверно будет неплохо здорово я уже так это но будем думать будем совещаться будем смотреть ну вот вот смотрите какие замечательные вышивки прислали из москвы дорогие друзья у нас произошел такой небольшой казус но это конечно мелочь но тем не менее для того чтобы потом никто не повторил такой трюк у нас одна девушка день привезли одной девушки наши привезли посылку от нас и это была транспортная компания с оплатой по получения при получении этой посылки и на посылке было написано и по сорокин и сумма и она как-то не подумала что это может быть от меня и отказалась нет 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 я ничего не заказывала и отправила посылку сказала что нет я получать не буду и потом она спохватилась вспомнила что она у меня заказывала это может быть посылка от меня она мне позвонила и буквально сразу стала звонить транспортную компанию ей сказали что все посылку же возвращается обратно в санкт-петербург поэтому посылку я получила все хорошо сейчас мы ее будем в обратный путь отправлять вот но у вышивки будет такая замечательная история зато но тем не менее вот имейте ввиду что может прийти посылка от и п сорокин дело все в том что отправляет наш транспортный отдел посылок очень много и они отправляю не я сама теперь а отправляет целая служба у нас теперь есть которая отправляет посылки по всему миру во все города поэтому имейте ввиду что посылка может быть от и п сорокин чтобы вы знали не от лазовской татьяна викторовна от и п сорокин вот такое небольшое объявление чтобы так не получилось больше у нас с вами но я я тоже очень рассеянная бы тоже могла так сделать поэтому я не осуждаю человека и поддерживаю ее ее в трудную минуту ну так вот случилось но ничего не скоро отправим я обратно ее и все будет хорошо она получит свою посылку опять дорогие друзья очень много вопросов задают мне и в контакте и в ютюбе спрашивают как прислать нам работы адрес будет под роликом куда отправлять работы дело все в том что подбор можно сделать и по ватсапу и у нас есть камера прямого эфира можно будет зайти на наш сайт lenbaget.ru там будет надпись прямой эфир нажимаете на эту надпись включается наш рабочий стол вы в любое время можете зайти на этот сайт и посмотреть что мы тут вытворяем поэтому пожалуйста можете присылать и по адресу который будет указан и мы все вам оформим из любой страны из любого уголка земного шара из любого самого отдаленного поселочка или деревеньки все мы сделаем и вам прекрасно все почты отправим или транспортной компании на этом сегодня все подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии всего вам доброго пока пока